привет с вас дорогие друзья я продолжаю играть игру леви фан давайте смотреть что у нас тут так ну по заданию по моему вы стали с вами свиток да вот в этих книжках нашли мы свиток теперь нам нужно найти голову нищенки что-то связано с алхимией по моему если я не ошибаюсь так давайте посмотрим что у нас сундуке есть что полезно и так а игрушки и голова нищенки твою мать голова старушки отрезанная голова старушки кел сказал что нашел недалеко от школы нищенку умершен деканда я врезали голову нихера ты малец че творит то офигеть голову отрезал сейчас с собой таскать его твою мать и представляет она воняет наверно там хереть чё за баночка знахарский порошок маленький пузырек с каким-то красным порошком похоже на грязный песок 2 берем все к месту есть записки мертвых стопка маленьких старых полу полустрелевших бумажек с колдовскими символами записки мертвых волшебники используют их чтобы обращать чтобы общаться с духами покойных секретная вещь ну ладно так что еще у нас есть тут поняшечка от ящик оливер заглядывает в ящик стола и находит в углу три золотых монеты а вот так сюрприз интересно если поискать по дому столько золота я еще найду золото к таки жал это просто метальные метательные лезвия за 20 монет ну давай возьмем не хочешь его взять нет что он его не берет картина то мамочка мы не слишком и ладим я знаю но я тебе все равно люблю неплохая такая мамочка прям сексе я бы сказал огромный огромный кусок хрусталя он заряжен волшебным огнем и ночью от него сходит яркий свет за окно в окно виден старый дедушкин сад а за ним вдалеке наша столица недавно началась декада и весь окрой схем теперь в тумане даже башни не видно окей но я думаю мы нашли все что нам было нужно порошок было уже была голова свиток и по моему записки мертвых нужны нужны были по моему да есть все есть давайте то выйдем посмотрим что у нас там нет я пока останусь комнате надо завершить этот дурацкий ритуал отец учил у меня доводить доводить до конца начатое дело а не бросать его на пол пути папа я скучаю по тебе даже ты вернешься а значит нужно провести ритуал и все эти рассказы о варгулях лишь глупые сказки надо проверить чего бы начать ритуал сейчас мы начнем с вами ритуальчик так неплохо давайте начнем так почитать свиток надо почитать свиток там написано о том как проводить такие ритуалы давай посмотрим так посмотрим из самого прошлого древнейший враг люди знали нет это не то вот нашел на четвертое чтобы вывозить варгуля не знаю как его точно знает пускай будет варгуль вам понадобится три вещи голова покойника записки мертвых и знахарский порошок с помощью коего и надлежит расширять мертвеца 2 дробь 4 на 1 наклейте записки на подбородок и лоб мертвого а то есть первый шаг в обряде первыми не главный так значит нужно вот наклеить записку на подбородок лоб 3 дробь 4 затем возьмите в руки знахарский порошок снадобье нужно высыпать в ее мертвые глаза 4 4 теперь разом опечатан мертвые губы сжаты глаза глаза засидит и кровавый туман пробуждается темный дух похоже на какое-то сказание интересно давайте попробуем так так начать ритуал давай начнем что ж кажется я знаю что нужно сделать можно начинать что-то мне не по себе интересно это вообще опасно все туда как-то сыгодно начинается нас прям какой-то хоррор давайте посмотрим так свиток значит лоб и подбородок наклейте записки на подбородок готова оливер клеят записками подбородок мертвые головы на лоб давай на лоб и лоб мертвого готова теперь порошок на глаза давай снадобье нужно высыпать в ее мертвые глаза оливер сыплет порошок глаза мертвой головы и тот быстро впитывается в кожу в общем-то да ну а как же темный дух который должен внезапно пробудиться опачки оба никогда не пизд хера себе и полегче мадам где-ка получилось вот это да твою мать твою мать сука какого хера я гений оживил его я просто от зависти лопнет когда узнает и тихо злая башка я теперь твой господин ой 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 дерется а и потише нет эта тварь сейчас сожрет меня надо срочно что-то предпринимать так-так-так-так кинуть нож защитная магия давайте кинем нож оливер кидает нож но тут проходит сквозь тело демона не причинив ему вреда ай-яй-яй варгуль бросается на оливере кусает его за плечо оливер пошатывается поднимается с пола проклятый варгуль скотина надо что-то придумать срочно как можно скорее давай защитную магию надо пробовать заговорить ее когда а когда-то давно бабушка учила меня защищаться от покойников надо лишь вспомнить заклятие шепотом тихим шагом с белым мелом обхожу в твое тело варгуль бросается на оливере цепляется зубами в руку бабушки воробушки а тварь отпусти отпусти меня мама оливер чувствует что вот-вот потеряет сознание сама прости меня мама я умру умру вот так твою мать так вот так вот ребятки заниматься не знаю чем какие последствия зачем за николу давайте просто бежим оли пытается убежать на варгуль догоняет его и бьет в плечо тяжелые резкие удары сбивают оливера с ног варгуль цепляется в ее горло ёпушку твою мать ладно ладно я попробую еще раз твою мать твою мать да я оживил мертвеца хорош давай займем келлу надо поскорее позвонить келлу пока я тварь не сожрала меня и труба и труба парень сквозь красный туман висящий в комнате череп кажется таким зловещим в глубине него глазни смерцают или видимые желтые точки или мне кажется надо посмотреть поближе ух ты тут целых 7 золотых да какие золотые дурак звони своему другу что ты делаешь где твой телефон так а фига у нас тут нифига у нас тут целый целый список прям как в телефоне давай келл длинные гудки в трубке келл не молчи ответь ответь черт возьми ну ну же дружище это ты здорово келл варгуль отжил что дружище это круто я тут кое-что придумал давай завтра спрячем его сумку в эмили когда он откроет ее варгуль вылезет и келл придурок он сейчас сожжет меня что мне делать что мне делать 2 сука твою мать что хреново дружище видимо ты не починил его и он хочет тебя прикончить посмотри в свитке там должно быть что-нибудь подчинение варгуля ладно 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 быстрее смотрим свиток посмотрим давай так оливер замечает что один из углов в свитке неаккуратно загнуть вот сейчас нормально а вот тут написано как привлечить варгуля 1-3 праведные идут в тело твое леви фан дабы уснуть сном успокоение вечно вечного злодеи избегнувшие плахи будут идут в тело твое леви фан как на казнь 2-3 лишь души вечная несчастная страдающие блуждающие ищая избавление от горе стей угнетавших их в жизни и в бытии 3-3 аберрант демоны и колдуны хитрые темные лживые искушают те души монет их счастьем достижимым лишь смерти и глава покойного подчиняется им ищая избавление от горе стей надо еще раз к его позвонить может он что-нибудь подскажет парень давай келла я нашел кое-что в свитке вот душа вечная несчастная и страдающие так ищая избавление от горе стей жизни в смерти значит в аргуле можно стать только тот кто умер страданиях я думаю все дело в этом дружище и вот еще аберранты пропустим искушая души манят их счастьем голова спокойного подчиняется им келл я все понял наверное я должен пообещать а в аргуле то чего он жаждал умирая но она умерла из-за декады келл как я могу пообещать и что декады не будет что же мне делать сука ответь мне она сожрет меня келл ольвер ольвер ты еще тут да я солгал тебе насчет головы помнишь и сказал что нашел мертвую мертвую бабульку короче говоря на самом деле все было по-другому что как вот ублюдок ты не обманул я видел как умерла эта женщина и и убили на моих глазах я пришел фотографию быть может она как-то тебе поможет телефон оливе приходит фотография надо смотреть фотографии понять что то делала что дело стружка несчастной высокородные подонки избивают старушку живем на улице ради забавы а люди смотрят верно при жизни она страдала от равнодушия людей а когда умирала страдала еще больше вот это поворот ребята вот это да казалось бы игра такая обычная да ничего такого сверхъестественного никакой графики просто текст текст и картинки но как-то знаете вдохновляет прикольно кажется на фото еще осталось осталось что-то важное то что я упустил смотреть что еще может быть так высокородная это было еще что-то важное что подсказки нам показывали давай она закрывает лицо от ударов ужасное зрелище у меня сжимается сердце когда я вижу такое почему никто не захотел прекратить ее страдания неужели все так боялись прогнивать аристократов кажется на фото и осталось остались еще кита детали так люди столпившись вокруг они просто смотрят как аристократы издеваются на старой женщиной а некоторые еще и снимают это на телефоны никто не помогает и на трафик больше нет ничего интересного поговорить с и варгуле ошибиться нельзя она бьет меня варгуль парит пам парит не впариваешь будет видеть варгуль парит в воздухе глядя на оливера глазами шепотом тоже делала тебя настолько несчастный так все главное не ошибиться я так понимаю да если мы ошибимся бы скорее всего умрем ну скорее всего равнодушие людей что еще может быть вашему кажется можно жилом достатке довольники старческие болезни скрыси равнодушие людей люди на улице они не помогли тебе ведь так варгуль молча смотрит на оливера ты была одна долгие годы ты страдал от одиночества и равнодушия мира не знаю были ли у тебя дети возможно они покинули тебя и твоя жизнь стала еще более пустой без безрадостной я помогу тебе слышишь отныне ты не будешь одна обещаю теперь я всегда буду рядом я клянусь слышишь клянусь вокруг гемона на мгновение вспихивает зеленая аура а над его углом возникают быстро гаснущие золотые руны уф эй эй уберите свет у меня слезятся глаза ни хера себе заговорила смотри-ка неплохо так невероятно у меня у меня получилось о хозяин вы удивлял удивительны вы прекрасны и прелестны у меня нет слов чтобы передать свое восхищение вами среди на ее морду красавчик очевидно варгуль считает меня своим господином неужели это навсегда ух поверить не могу настоящий варгуль меня теперь есть свой собственный демон подумать только а я хрень она крутой имя ваше имя бриллиантовое имя мой повелитель я жажду услышать его как величать вас даже не верится что это это за правду так значит я могу выбрать любое имя надо попробовать так с господином демон лорд и просто оливер и господина на тебя просто бы просто нас будут называть ульвер просто оливер я оливер оливер вертран ты можешь называть меня просто оливер о оливер оливер я буду повторять это имя перед сном хозяин кстати есть желаете знать мое имя 1 чего вы желаете оливер может быть и кончим кого-нибудь честь нашего внезапного знакомства подожди подожди не гони лошадок давай узнаем про тебя вообще расскажи себе что там у тебя свеж своей жизнью что было то у тебя вообще расскажи о себе кем ты была до до своего чудесного перерождения о вы действительно желаете знать тогда позвольте я отниму немного вашего драгоценного времени так разговаривает как я уже говорила меня зовут 1 много лет назад задолго до того как вы благословили мир своим взглядом я родилась на этот свет отец мой фил вот держал обоколейную лавку на окраине кровь страшный человек был скажу вам дикий мой господин однако слова дикий пил как кабан пил как кабан сильно пил ох сильно напьется иногда и лежит весь синий стонет а я маленькая башмаки не дар башмаки надеваю да и набережную на набережную бегом с ведром воды наберу и к нему я с джоэлем так и познакомилась ведро уронила воду а он с лодки рыбачил ведро попал а ведро подал хороший парень так джоэль а кто такой джоэль муж мой отец не противился браку джоэль был красавчиком ой караванщиком жил неплохо а в мертвый сезон мы возвращались в кройсхэм остальные остальное время по стране ездили туда-сюда ездили торговали да только счастье то не вы торгуешь и здоровье тоже джоэль лихорадку подхватил пожелтел весь да через пол месяца и умер что же случилось дальше это дальше все покатилась к черту к черту оливер да что я сделать то могла грамоты не знаю торговать не умею каравану назначили нового главу а я взяла сына и вернулась в кройсхэм отец мой к тому времени уже помер от пьянства или от болезни не знаю том пустой стоял заколоченный так и жила в нем пока пока что хочу вспоминать об этом мой господин с удовольствием вы сварила этих высокородных ублюдков кипящим олове если бы вы мой драгоценный повелитель позволили а ты можешь ухты что еще умеешь о много чего много как насчет порчи мой господин родового проклятия или может убийство нифига прикольно тогда но я думаю надо наказать этих ублюдков которые тебя убили да давай будем такими злыми чуваками пусть и не поплатится свой грешок да давай ка объем одного придурка он не школе жить блин я хотел чтобы ты убила тех обидчиков ладно можно и к этого кроме придурка который у нас от мудоху будут знать как скажите повелитель и насколько частей мне надлежит надлежит разрывать этого наглеца доверительным шепотом если вам интересно мое мнение то я предлагаю затащить его в печь и зажарить как куропатку ну все гроф держись завтра твои останки будут собирать по всему городу повелитель я жду вашего приказа а может не стоит гроф конечно свинья убить его слишком ли круто будет до болеева чтобы он чтобы не повадно было давай так или подожди 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 интересно тут как с концовка вообще есть хорошие плохая концовка или только одна даже не знаю как быть может не стоит блин тяжелый выбор тяжелый так ну подумаешь подавал то надавал пару раз по щам не убивать живу теперь за это ладно давайте не у него трогать пускай живет это я думаю убить его будет слишком жестоко откуси ему палец а без пальца он будет не таким дерзким вот кстати да палец так неплохо как скажете мой повелитель правда как по мне ограничиться одним лишь пальцем удивительно великодушие за дверь развивается шум 1 спрячься я не хочу чтобы мама видела тебя о хозяин разумеется я исчезла но вы всегда можете найти меня если пожелаете я буду сидеть в ваших сумке господин тихо 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 быстро растворяется в воздухе похоже мама уже вернулась домой надо выйти поздороваться с ней так ладненько вот такие переги ребята неплохо так у нас есть собственный демон теперь на час сумки всех обидчиков может будут наказать то убедит нашу семью прикольно прикольно давайте даст этим мама мама с кем-то говорит спальне надо послушать так мама гадач нас сейчас говорит как ты опять уедешь и так скучала по тебе вот теперь снова странный голос мне придется уехать шерис мне дали лишь две недели почти все время я потратил на дорогу сегодня вечером я останусь на завтра как только станет солнце с кем это она говорит какого хера я не знаю этот голос он кажется знакомым но мама милый я ничего так мамочка да просто секси красотка как раз собиралась позвать тебя на ужин с кем ты говорила послушать по дверью нехорошо родной приехал твой отец но страшно устал с дороги и попросил не впускать никого к нему ты сможешь увидеться с ним завтра когда выспится чет мне кажется ты не отец совсем по дико любовника завела уже еще бы какая красавица и без любовника я хочу его увидеть твою мать точнее моя мать спускайся в кухню ужин уже стынет сейчас кажется что мама как будто не слышит меня да я точно говорю там какой-то на дамы любовника себе завела короче и шуру-муру сейчас у них на начинаются изменяет батьки-то дверь спальни сестра давно заперта на ключ с тех пор как и джинни уехала я ни разу не заходил в ее комнату ага значит нас еще есть сестра неплохо так вам кто сохранился до двоих родила наш комната обратно не вверх комната видели закрыта странно что папа так и не выжили не вышел да не байте это я уж понял последнее время мама стала немного забывчивы и странные с тех пор как у семьи начались проблемы с деньгами все пошло не так глядя в сторону я здесь я здесь родной садись ешь мам почему папа не вышел ко мне мой повелитель оливер мне ужасно интересно наблюдать за вашим ужином вы позволите шепотом эдна какого черта ты тут делаешь исчезни спрячься немедленно ты маму напугаешь о нет 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 повелитель она даже не почувствует меня мы демоны умеем быть незаметными и потом ей кажется не до нас с вами боюсь об заклад она что-то скрывает и хотите знать что хотите я узнаю повелитель вы посмотрите на нее нервная странная раза таких таким должны быть аристократки а может семья лишила ее долю наследстве она узнала лишь сейчас или ее рот оказался мутнокровным вымер с началом декады не в обиду вам повелитель но уж постарайтесь не гулять в зараженных районах этот демон когда-нибудь прекратит болтать или нет похоже она в принципе не умеет молчать как я не поняла сразу может у вашей матери появился любовник нет 22 любовника и теперь она не знает кого выбрать мечется я говорю не у любовник появился ты же сразу понятно эта история во всяком случае мне нравится больше всего повелитель хотите я убью одного из них чтобы вашей матери и пришлось выбирать это на заткнись пожалуйста надоело гибом с кем ты разговариваешь родной ни с кем не с кем вам тебе показалось должно быть в самом деле показалось и качает головой я стала такой забывчивый рассеянный твой отец раз уж мы загорели об отце почему он не захотел увидеть увидится со мной солнышко он очень устал он спит кому-то втираешь то не байте это нихера это любовничек твой говорят по глазам видать что варят это ешь оливер я я отсосала отцвала катринах и домой и сама приготовила ужин а с тех пор как я урезала ей жалование и стряпня стала просто отвратительной она совершенно не старается будто я вовсе не плачу ей денег она избегает говорить с вами об отце к чему бы это 1 поймись я как-нибудь разберусь без своей помощи что ты все время бормочешь воскресенье мы идем на прием к роузу дам знаешь миртл роуз точно не выйдет за тебя замуж есть будешь вести себя как умалишенный и не надо мне не нравится миртл мам она похожа на мальчишку а еще она некрасива и дерется свадьба не скоро солнышко пройдет много лет прежде чем мирта станет твоей женой она еще превратится красавицу вот увидишь не верьте мой маленький господин и женская красота начинает удивлять сразу после брака ой увядать а уже если брак заключается по расчету розу от конечно не самый могущественный рот убирать не приходится ах малыш почему все так складывается почему настали эти тяжкие времена повелитель держитесь от нее подальше матушка то ваша того не себе и не поворачивайтесь к ней спиной мало ли хватит мама в порядке она она нисколько не странно просто устала а вот опять эти жуткие пятна на полу я оттирала их как могла но и кажется не смыть ничем и люди эти люди вечно молчат они убили его своим равнодушием как нет как не смыть и мистер пропит мистер пропит веселей чисто в доме два раза быстрее епта кого кого его люди пятна на полу о чем ты мамочка очнись прости малыш я задумалась давай лучше поговорим о школе учитель крейс жаловался на тебя я и учитель корникс кажется тоже был не слишком доволен че-то мам у нас вообще скрывается как странная она тоже заметил кортеникс всегда кортеникс всегда недоволен мам по моему всех нас не видит а крейс спортивный старикашкой книжки у него скучные и вообще школа это скучно хотя мне понравился вчерашний урок учитель крейс рассказывал нам по обрядах демонов жертвоприношения даже курицу зарезал качает головой едва ли тебе стоило смотреть на мертвых куриц но думаю край знает что делает мальбус и шон поспорили чей охранник сильнее зашел на был наемник крутой а за мальбуса девчонка мутнокровная у нее пальцев нет протезы каждый как лезвие и просто наверное жить с ножами вместо пальцев и есть все равно она уже мертвая а мальбус потом весь день ходила слой как черт надеюсь она недолго мучилась когда я был и когда я была в твоем возрасте меня не интересовали драки и кровь у нас друзьями были книги магия разговоры о том о сем и еще мы много играли слышал когда-нибудь про тайнички это простая игра вам всем она очень нравилась нужно только найти тайное место и спрятать там подарок какой подарок на любой я помню как мэй был дарила мне украшения из гранаты и сладости я я дарил ей шелковые платки и янтарь что прислал дед смеется у входа в академию кросс хама где я училась стоит статуя горниста мэй был прятала подарки для меня внутри горна вот было время задумчиво улыбается ох с этими разговорами я совсем забыла про ужин садись солнышко и джинни позови вот так давно не ужин или вместе мам джинни уже давно не живет с нами что как нет как же это она уехала из города пару лет назад ты сама отправила ее обучаться магии ты помнишь вам я так устала я страшно устала малыш моя память она уже не служит не так хорошо как прежде тихо печально ешь ужин стынет не знаю что с той памяти вроде молодая мама еще на спасибо вам получилось не хуже чем у катрины правда иди в свою комнату займись уроками а я пока я пока прозвлекаю со своим любовником ты хотел сказать да что это ты слышал оливер какой-то шум на заднем дворе я схожу посмотрю что там случилось мама ходит и оливер остается один на кухне повелитель повелитель кажется вы хотели увидеть своего почти почтенного отца такие есть одна на мама закрыла дверь спальню а ключ собрала меня не попасть папе пока он не проснется о сладкий мой я слышала слышала как ваша мать спрятала ключи где-то в кухне клянусь джоэлем он точно тут да тогда надо найти его вперед фу ребятки ну вот как ты вот так у нас так дать давай сделаем здесь перерыв продолжим следующей серии посмотрим кто у нас там наверху отец не отец мне кажется все таки любовник там у нее все таки да взяла на себе любовника мать-то молодая хочется отдохнуть и развлечься в общем то как то вот так ребятки так ну игру мы проходить будем обязательно ждите видео проходи и прохождение вот стопроцентное так ну а кому понравилось это видео ставьте пальцы вверх обязательно подписывайтесь на канал рассказывайте друзьям всем всем спасибо всем удачи и всем пока услышимся